МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокампании Гомель, у студии працуя Светлана Князева. Глядите у этого выпуска. Кожный колос нового золота, господарки, амаль уссих районов в области, распочали выборочную уборку сбоживых культур. У Знагорода за самую отказную працу сегодня у Гомелли пройшли урочистые церемонии уручения ордена у Матии. «Белая ворона» стартовал международный фестиваль сатиры и гумору для людей с порушением слыху. А зараз об этом и иншим больше подробязанным. Господарки, амаль уссих районов Гомельской области, распочали выборочную уборку сбоживых культур. У основным техника зараз працуе на потерпелых от засухи палетках. У целом по области убрана каля трех процентов площу. Сабрано амаль 19 тысяч тонн сбожжа нового ураджаю. Найбольш активно гэтые работы ведут Брагинские и Хонецкие районы. Пакашики ураджайности по куль вельми адрозневаются от 13 до 42 центнеров с гектаром. А вот уборка азимы Гарабсу идет до финишу. Обмолочена больше за 80% палев. На Раулянские и Хонецкие районы с гэтой работой уже справились полностью. Для сравнения на отповедную дату минулого года азимы Гарабсу ее не убрали только на 20% площу. Запасы вельгати у Глебе и умеренно теплые надворья сприяются развитию сбожжевых и Гароднины. Як поведомляет Белгидромет, это окажется станучий уплыв на завершальный этап формирования ураджаю. У районах, где не началось поспевание, у первую чергу уяровых культур налив сбожжа будет больше протяглым. У ближайшие дни в Беларуси чекается дождливое надворье. Дякуюча гэтаму, сельга с культуром будзе хапаць вельгати. Однако на тяжких глинистых глебах могуць повеличацца площадь с первой вельготненастю. На таких участках посевы больш схильны до опалягання, больш интенсивна идзе рост пустозелля и разведцю хвороб. Дажжы у ближайшие дни будзе таксама ускладнять работу на полях. На субботу Украине знов обвешаны оранжевы узровень небеспеки. На большей частой территории пройдуть дажжы и навальницы. Месцами махшымы моцные ливни. Температура поветра у Натшыскладзе до 17, у день до 26 градусов тепла. У Гомельской области одразу некальки буйных инвестиционных проектов знаходятся на финальной стадии реализации. Наибольш масштабный сирот их – будавництво завода сульфатной белиной целлюлозы у Светлогорску. Выход на проектную магутность не только рынки сбыту по усім свете и высокая доходность самого предприемства, но и добрые дивиденды для всего региона. Этап выхода на проектную магутность вытворчего гиганта створил вокруг себя немалый ажиотаж. Насильство хвалюет периодично возникающий специфичный пах. Александр Гавейко побывал на предприемстве и отримал эксклюзивные комментарии керувника района Дмитрия Олейникова. Глядите интервью у программе «Новины тыдня» у неделю у 16.00 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». У районных администрациях Гомеля пройшли урочистые церемонии уручения ордена у Матти. Высокой державной ознагороды удостоены ты, кто присвятил свое житё самой отказной праце. Ордена Матти у Беларуси узнагородживаются женщины за народжение и выхование 5 и больше детей. Все лета у нашем регионе ознагороды удостоены 67 шмадетных матти. А усяго с 1996 года орден уручили больше 1400 шмадетным женщинам в Гомельской области. Многие из них поспехово сумешают материнство и профессионную деятельность. Иншие с радостью становятся заховальницами домашнего очага. Бо шмадетная семья – это и счастье, и великая праца без перепынков и выходных. Рассказываю про своих деток. Самой маленькой – 2 месяца. Недавно исполнилось. Чуть больше девочка, ей полтора годика. Средние – 2 мальчика. И вот дочка старшая и сын еще больше. 21 год старшему сыну. Очень тяжело. Это нелегко. Но все восполняется, все как бы окупается. Все затраченные силы, бессонные ночи, все окупается детскими улыбками, детским смехом, любовью. Так что сбалансировано все. Она у меня самая лучшая. Она очень красивая, добрая. И вот хоть у нас и много детей очень, я никогда не чувствовала, что мне как-то обделяют любовью. Всем достаточно всего. Представники мясовых улад 14 лепеня знов готовы выслухать звороты граждан. У субботу на прямой линии будет дежурить наместник старшиня Балвыканкама Владимир Гарбачов. Номер 33-12-37. Звонки будут приниматься с 9 до 12 годин. У этот час на соведе будет керавник справу Гомельских Гарбаканкама Алексея Васюченко. Номер телефона 33-07-62. Повнота и якость жалево-комунальных послуг, которые представляются насильству, снова в центре уваги Комитета Держконтроля Гомельской области. Тут у четверг 19 лепеня отбудется промая телефонная линия. Звонки будут приниматься с 10 годин до 11.30 по номеру телефона у Гомеля 23-83-91. В Гомеле стартовал международный фестиваль сатиры и гумору «Белая ворона» для людей с порушением слыху. Недалеко от везки Якубовка в палаточном лагере собрались команды с Белоруссии и России. Усяго коля 100 человек. Удельника у фестивалю наведала наш корреспондент Ганна Коральчук. Все ли это фестиваль проходит у десятый раз, а в минулом году ему исполнилось 20 годов. Юбилею «Белой вороны» рады и организаторы, и удельники, бы некоторый час за финансовых проблем он не проводился. Але зараз Центр инклюзивной культуры знову запрашает до себя собров. Показать свои таленты приехали 8 команд с Гомельской области, а так само Бабруйска, Борисова и Калининграда. И коли россияне на этом фестивале выступают только в другий раз, то, например, Борисовчане в пятый. Нам очень нравится этот конкурс, потому что здесь большое разнообразие программ. Можно проявить себя в любом виде. Хочешься на газету, концертная программа, «Белой вороны» с белым... Кроме того, дело в том, что для наших участников это единственная возможность собраться, пообщаться. Они все вместе учились, когда-то общались, им хочется видеть друг друга. А у всех работа. Поэтому, когда мы приезжаем на такое мероприятие, они общаются, встречаются. Знаете, это очень интересно. Сирот первых конкурсных выпребываний – вернисаж гумористичных газет, после которого вызначаются «Лепшие мостаки-карикатуристы», а так само конкурс театрализованных программ «Артысты-гуморысты». Птушинный символ фестивалю, связанный с каждым споборництвом. Так, конкурс гумористичных роликов называется «Воронин Оскар». А кроме его, у дельников чекают ее рабочение «Белой вороны» и «Воронина ежа». Конкурсанты так само померяются силами в спортивно-культурных выпребываниях и вызначать уладальников титулов «Мисс Белая ворона» и «Мистер Белый Крумкач». Это фестиваль направлен в первую очередь на то, чтобы люди объединились под лозунгом, можно так сказать, «меньше грусти, больше веселья». Это фестиваль для того, чтобы объединить людей с посредствами этой смехотерапии. Каждый год нам на фестиваль приезжают новые участники, которые раскрываются, показывают себя в различных ганрах. Это пантомима, клоуна, дежурство, песня, сценки. И, естественно, очень приятно смотреть на то, что уровень творчества инвалидов по слуху все растет, растет, растет. И это с каждым фестивалем подтвердается. Центр инклюзивной культуры считает, что это такое небольшое подведение итогов творческого года. Но оно не серьезное, оно с юмором, оно с весельем, оно с хорошим отдыхом и таким вот палящим солнцем. К нам приезжают очень многие жители города Гомеля, также на этот фестиваль, на какую-то из программ, спортивную, либо театральную, как это будет сейчас на сцене. Поэтому это очень большая компания, и мы надеемся, что с каждым годом она будет расти. Завершится фестиваль у субботу великим галаконцертом и церемонией узнагороджения переможцев. Анна Коральчук и Гармарыщенко, телерадоакомпания «Гомель». У Палаца Румянцевых и Паскевича открылась выстава «Шматкветия татарской национальной культуры». И она представлена с фондов Ялабужского державного историко-архитектурного и Мастацкого музея-заповедника. Проект реализованный у рамках дзен культуры Татарстана в Беларуси. Ялабуга – жамчужина татарской земли, город с тысячагодовой истории. Тут народился Мастак Иван Шишкин. Провели эпохи годы жития кавалерист Надея Дурова и поэтка Марина Цветаева. Выстава включила о Мальдзве сотни экспонатов, которые демонстрируют вытонченную и самобытную татарскую культуру. Тут можно увидеть традиционные национальные костюмы, жаночие упрыгоживания, предметы побывания, интерьера и религийного культа. У залах палаца таксама представлены живописные полотны и графичные работы знакомитых и молодых мастаков из Татарстана и Башкортостана. Многие из них были одобраны по выниках международных конкурсов и пленеров у тем лику, что годового арт-симпозиума по сучасным живопису, який проходить у Ялабузе. Представленные выставочные объекты адлюстровывают историю, традиции и побыт татарского народа. Главная цель работы нашей выставки – это, конечно же, познакомить вас с традициями татарского народа, с обычаями, обрядами, с многообразием нашей культуры. Потрадно отметить, что наше сотрудничество продолжается, причем очень плодотворно. Совсем скоро, в августе месяце, у нас в Ялабуге стартует проект под названием «Башня», который соберет 20 молодых белорусских художников на Ялабужской земле. У Комельским Державным Театра «Лялек» отбылась премьера спектакля «Маленький Николя». На сцене разгорнулася добрая и повышальная история по мотивах однаменной детячей серы книг знакомитых французского письменника Рене Гассини. Спектакль рассказывает про первый самостоянный ученок детяти, который ведет его до больших дорослых и усвядомленных поводинов. Целком утримать увагу самых юных и потребовальных глядашов дозволяет новый вид «Лялек» – плоские маски. Додают видовищности, динамичная змена сценичного деяния, декорации, гуковые и светловые эффекты. Спектакль «Маленький Николя» не осеу себе и повышальный аспект. Со сцены артысты имкнутся рассказать детям про наибольшь важные моральные каштовности, доступной мовой, утекавой угольнявой форме. Был минавито так, малые готовы разуметь и спробовать здесь снять по-соправдному дорослые учинки. Мне кажется, вот этот поступок, когда Николя с легким сердцем отпускает этого головастика, когда он возвращает его маме, когда он понимает, что он часть мироздания, что даже от этого маленького головастика зависит наше будущее. Все наши поступки – донести баночку выпитую, лимонаду, мусорки, не обрывать цветочки и так далее. Все это постепенно, вот так вот мягко можно внедрять в детские головы. С 16 по 18 лепеня у Гомеле пройдет комплексная проверка процессдольности автоматизованной системы централизованного повершения гражданской обороны. Тестирование электросирен заплановано на 19 лепеня с 9 ранницы до 5 годин вечера. Комплексная проверка системы проводится для оценки ее реального стану. Просьба для насильства заховывать спокой и уважливо прослуховывать поведомления диспетчера. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomil.by. Далее в эфире де-факто и спортивный огляд. Я же с вами развитываюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Заместитель директора Жлобинского мясокомбината получил 4 года с конфискацией. Накануне суд вынес приговор руководителю, который обвинялся в получении взятки по двум эпизодам. События развивались летом и осенью 2017-го. Подозреваемого задержали с паличным сотрудники КГБ. Руководитель положительно решил несколько вопросов по отгрузке дефицитного котлетного мяса. Первый факт передачи взятки произошел на заправке в Жлобинском районе, где состоялась встреча обвиняемого с руководителем Минского сельхозпредприятия. При передаче доверенности на отгрузку продукции тот приложил благодарность в 100 рублей. В сентябре 2017-го состоялась еще одна деловая встреча, но уже на автозаправке в Будокошелевском районе. Обвиняемый получил там очередную взятку в 150 рублей. Мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. В Гомеле в результате ДТП госпитализированы пять человек. Авария произошла накануне на улице Крупской. Водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и столкнулся с «Опелем». В результате обе легковушки откинуло в сторону, одну из них на пешеходную зону. В салоне «Тойоты» находились семь человек. Пятеро после аварии выбрались самостоятельно. А двоим, мужчине и женщине, понадобилась помощь спасателей. Пострадавшие оказались зажаты в машине в результате удара об осветительную опору. Работники МЧС воспользовались специальным инструментом и извлекли из авто травмированных людей. Им и еще троим пассажирам понадобилась госпитализация. Данный водитель с начала своей, скажем так, водительской карьеры, это с 2008 года, привлекался к административной ответственности 62 раза. Из них три раза в состоянии алкогольного опьянения был лишен права управления. В данном дорожном транспортном происшествии водитель также предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, так же, как и его три пассажира. А это Гомель, но уже улица Чечерская. Предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перевернулся водитель автомобиля «Опель Вектора». Мужчина не справился с управлением. Очевидцы подбежали к месту ДТП и сняли клеммы с аккумулятора. С их слов от водителя пахло алкоголем. Как сообщают в госавтоинспекции, на территории Гомельской области за прошедшие сутки было зафиксировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека получили различные травмы. 11 водителей были привлечены к административной ответственности за то, что находились в нетрезвом состоянии. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами на «Беларусь-4». Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Гомеле стартовала областная спартакиада по академической гребле. За победу поспорят около 130 юных спортсменов. На соревнованиях представлены две самые младшие возрастные группы. 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения. Для первой предусмотрена дистанция 1500 метров, для второй – 1000. Спортсмены представляют самые разные спортшколы области. Спартакиада – единственная возможность для юных спортсменов проявить себя этим летом. Ближайшие старты запланированы только на осень. А потому каждый понимает, что необходимо выложиться здесь и сейчас на максимум, чтобы попасть на республику и зарекомендовать себя перед тренерским составом. Последние шесть лет Гомельская область не проиграла вообще ни одного старта в Республике Беларусь. Смена подрастает, но, ну как вам сказать, хочется всегда лучшего, хочется всегда большего. На этом и тренеры и заточены, потому что хочется большего. Соревнования будут проходить до субботы. Финальные заезды начнутся в 10 часов. В состав молодежной сборной Беларуси вызваны четверо игроков хоккейного клуба «Гомель». Готовиться к новому сезону под руководством Юрия Файкова будут Андрей Грищенко, Глеб Андреев, Александр Скоренов и Александр Шкрабов. Тем временем в подготовку к новому сезону продолжают хоккеисты фарм-клуба. Уже скоро их ожидает первый выход на лед. Накануне стал известен окончательный состав и расписание традиционного, седьмого по счету, международного турнира по хоккею с шайбой среди молодежных команд памяти Алексея Костюченко. Соревнования пройдут на ледовой арене в «Гомеле». Наши хоккеисты стартуют поединком с дублерами «Шахтера». Игры пройдут с 25 по 27 июля. А теперь к трансферным новостям. Серьезное пополнение в составе футбольного клуба «Гомель». Контракт с зелено-белыми подписал центральный защитник из Ганы Гидеон Баа. 26-летний футболист успел поиграть в финских клубах «Хонка» и «Хик», а также защищал цвета казахстанского «Кайрата» и клуба из МЛС «Нью-Йорк Редбуллс». Гидеон Баа становился чемпионом и обладателем Кубка Финляндии. Признавался лучшим новичком чемпионата. Провел 12 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, где сумел отметиться тремя забитыми мячами. Еще одна трансферная новость из стана гандбольного клуба «Гомель». Новым игроком команды стала линейная Ирина Мокот. Ранее 24-летняя гандболистка выступала за Градненчанку. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова